всем привет друзья добро пожаловать слышно меня на такой вот необычный стримчанский сегодня мы будем распаковывать коробку оранжевого-коричневого цвета так принципе я вас везде вижу ночью как ваши ничего сегодня день у меня пошел все не по плану сидел спокойно делал обзор на дашборд тут бац оповещение вконтакте что пришла посылка что можете идти забирать а я ожидал что ну не знаю два дня найти будет она меньше суток как будто шла экспрессом поэтому в общем такие дела быстренько быстренько распаковку на самом деле я уже снял я уже как бы все первое первое что нужно было я снял уже на камеру чтоб потом можно было монтировать обзор вот а сегодня как бы решил еще и на стримы все это сделать распаковка 2 пока чтобы вам тоже показать стол стол нацарапать об железке так вам нормально или повыше поставить ну вроде нормас так вот такая вот история караван goes sim racing hardware здрасте здрасте погнали ребят алексей порадовал нас с вами сегодня новыми своими обновленными педалями как вы знаете караван goes обновил обновили дизайн немножко facelift так скажем погнали распаковывать это у нас абразивные накладки на педали чтобы если вы гоняете в обуви обувь у вас не скользила откладываем сторону я наверно их вряд ли буду использовать я катаю в носках цена да такая же наверно будет как раньше цена сколько у них там 50 с чем-то тысяч они стоят весь прикол распаковки первых неподдельных эмоций а чё тут эмоции на самом деле ну как я тут не кричал типа о май гад so big нет такого не было то есть эмоции были нормальные есть хороший продукт даже да ты когда ожидаешь что-то хорошее тебе приезжают что-то хорошее ты не делаешь таких вот господи нет такого так нет же 25 пришел поздравляю здесь у нас вот такой вот гайд написано желаем новых новых успехов в гоночных симуляторах команда с уважением к вам команда караван голос на самом деле такая полезная инструкция полистал почитал некоторые моменты здесь очень все подробно с иллюстрациями написано как настраивать педаль тормоза какие варианты есть как настраивать педаль сцепления чтобы различные режимы были с корзиной с эффектом корзины без эффекта корзины с длинным или с коротким ходом и так далее а на что ты кричал so big ни на что я не кричал том-то и дело так здесь у нас две такие коробки которые заклеены были то есть коробки в которых хранятся например болты караван голос заклеивают так вы можете определить новую вас педали или нет либо если эти коробки поменяют к вам педали приедут без коробки можно будет понять что с ними не так здесь крепеж и в том числе есть болты м8 потому что сегодня еще попытаемся их закрепить с вами и мне так кажется что это не совсем это то ли сухарь то ли ты гайка вот я до конца скорее все это гайка таки точнее т-болт если этот болт то все отлично встанет ну да в последнее время меня мало что удивляет вот такой вот ключик из детского конструктора и пара шестигранников и какая-то смазка вот насчет что это смазка делать я пока не знаю не вычитал плюс она в пакете мне немножко разлилась она в пакете немножко разлилась давай тест на качество эластомеров тут эластомеры же поменяли они они толще стали гораздо они не ловят наводки от д д баска козы не ловят более того они напрямую подключаются к базам фанатек больше такие педали больше педали других брендов по моему так не умеют вот какие педали еще могут напрямую кроме фанатек овских подключиться к базе фанатек ну-ка назовите напишите потому что я когда снимал видос я вспомнить не смог хусин квилт не умеют азы не умеют камусы боже упаси не умеют какая база еще так умеет какие педали еще так умеет ехать за вот кстати эластомера шайбами посмотрим порвем что тут у нас тогда надо брать я уже для за второй usb свисток заказываю да не юсб свисток нужно специальный я забыл как прибор называется который помехи убирает ну эластомеры совсем другие те я мог которые были в тесте симу клубы я мог руками продавливать а здесь ничего ничего подобного здесь они здесь они жесткие два вида есть судя по инструкции хард и софт один какой-то 75 а другой 65 а вот это софта он чуть лучше продавливается вот это хард я кайфануть количество железных настроек а у тебя караваны или ты где-то их пробовал стеку так вот это я не знаю для чего это видимо для ладно потом до тормоза дойдем там посмотрим что на что можно поменять и пока сюда откладываю эластомеры вот кабель для подключения напрямую к базам fanatec плоский плоский классный кабель качественный но приятно приятно умеет и обычный usb для подключения к компу аферитовых фильтров нету не знаю нужны они или нет вот здесь спасибо спасибо личные педали поздравляю спасибо андрюк большое будем 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 увеличивать нашу скорость боже эти педали моя мечта такие педали реально с базы моза р9 подружить моза вски и моза педали у у них же хорошие педали есть вроде не вопрос я ваши не пропускал да парни эти открою чат поближе мне неудобно поближе говорю побольше так с проводами разобрались давайте отложим это все так о май гад so big вот так я правильно сделал все правильно сделал так фокус педаль газа друзья ничего не напоминает ну так то ничего не напоминает а накладка ну очень похоже на в 3 вот только в 3 то ли крашены то ли анодированы а здесь они просто знаете как будто обработка пескоструйная не знаю так это или нет но выглядит как будто вот прошли с песком под давлением то есть такая легкая легкая такая приятная шершавость тихо 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 блин ну не видно на камеру непонятно как показать короче легкая приятная такая шершавость фаски есть да ну местами конечно например для особо придирчивых то есть внешняя фаска нормальная а вот с обратной стороны если смотреть то есть вот эта страна с обратной стороны то она не обработаны и там есть заусенцы конечно но я думаю ваша нога или носок никак от этого не не пострадают я думаю там все будет нормально вот что по педали газа сказать посмотрите кто не знает как эти педали выглядят сама педаль она как бы вот она вот она раз а вот это внизу это ну это лапки это ее кронштейн и кронштейн здесь суперский потому что можно отлично регулировать угол наклона педали то чего мне не хватало в камусе то что нельзя по моему делать на азэшках или их по моему только туда наклонять можно вот кстати не по по моему их только наклонять туда можно то есть обратно вот отрицательный наклон на них делать нельзя вот на этих можно и сегодня я также на стриме попытаюсь поставить их на место своих в 3 и у меня очень большие надежды на то что их поменять будет очень легко потому что здесь все педали я поставлю на нижнюю на нижние вот это вот значение сначала сниму в 3 поставлю рядом в 3 выставлю подходящий угол соответственно не придется ну просто в итоге переставим педали саму платформу на кокпите не надо будет регулировать скорее на v2 так там же такой же цвет педалей а вы два разве не полностью с эти самые не полностью светлые как v1 вот я думал они только v3 сделали черными хотя я не v1 не v2 от фанатека ни разу не видел что еще сказать у педали газа есть регулировка крепежа штока можете сюда посмотреть вот сейчас он в самом нижнем положении если прожимать педаль в конце она немного проваливается то есть в конце есть как ну как будто это какая-то супер простая дешевая педаль сцепления знаете ну то есть такое едва пони 2 такой уловимый эффект корзины чтобы его не было вот этот шток надо закрепить выше вот и педаль будет линейно работать два ограничителя педали один на отжатие вот этот вот он такой шестигранник просто вкрученный с обратной стороны гайка их 2 соответственно здесь и с обратной стороны ну как шестигранник болт с потайной с потайной головкой по моему это называется вот во второй ограничитель соответственно вот он вот он на нем силиконовая история поэтому когда мы педаль нажимаем автофокус и нет плохо поэтому когда мы педаль нажимаем звук глухой а когда мы педаль бросаем ой извините я прям по микрофону влупил ну соответственно громкий потому что на вот этом ограничители есть демпфер а вот на этом ну соответственно нету вот датчик тензодатчик внизу на него давит на него давит отдельная пружинка вон она вот она маленькая если чё ее можно менять у фотона однажды она лопнула во время гонки он там сильно злился но больше по моему я таких случаев не знаю она давит на тензодатчик вот он тензодатчик видите на нем тоже клей но я не знаю заводской это клей или нет также провод от него отходит но провод здесь прихвачен стяжкой вот вот тут он стяжкой прихвачен и соответственно его как не болтай он он плотно но затянут и никуда не денется с обратной стороны как у фанатека rj4 вот вот эту накладку можно вверх вниз двигать видите отверстие вверх вниз она ходит но она такая здоровая что не думаю что мне кажется стандартного положения будет достаточно газ конечно кайфовья прошлое а мне прошлый газ на самом деле нравился там тоже офигенная накладка была с отверстиями тоже классно смотрелось да эти педали не анус вроде как сделать педали с прямой поддержкой но так не сложно оближать распиновку rj12 на вход в базу так сделал ручник на потенциометре без какого-либо контроллера твой вопрос пропустил повтори что-то я не вижу его напоминает у меня в учебнике автошколы такая была грек рад за тебя будем всех по-любому будем накуканивать что за пульт цветовой музыки на столе а это у меня подсветка вы ее не видите сейчас она вот там вот она но это чтобы стол чтобы когда в темноте сидишь чтобы какая-то подсветка была вот минус суши выглядит как кто-то наковырял это в голове в гараже к речи ты о чем для клея вот здесь ну клей но он так выглядит да по-другому не сделаешь я ну пока я не видел педали на тензе датчиках где бы вот это где бы провода крепились к датчику без клея вот я видел к караваны я видел камусы и везде одинаково плейк есть под них каравановский конечно я сейчас дойдем дойдем мне просто нравится длинная педалька но фокус на столе чего вот пожалуйста сейчас дальше пойдем так плечо болит по-прежнему ты думаешь что я не катаюсь каждый день потому что у меня плечо болит так педальку отложим пока давайте тормоз а или чё там дальше вот давайте сцепление пока сцепа в принципе такая же история как с газом просто добавлено вот это вот плечо да то есть на педали газа у нас смотрите конструкция на педали газа у нас вот этот крепеж он дальше от самой педали и плечо маленькая а на цепи он ближе к педали и плечо здоровая соответственно мы с таким с такой конструкции можем получить эффект корзины но здесь короче есть табличка здесь есть табличка по которой можно эту педаль настраивать на разные режимы вот показываю крупно показываю крупно вот этот момент мне понравилось вот видите три отверстия 1 2 и вот три в который закреплен шток здесь три крепежа и вот здесь два первый и второй вот свободный то есть мы шток можем трех позициях крепить и ограничитель в двух позициях соответственно здесь таблица получается у нас позиция сейчас получается у нас вот здесь позиция gf я здесь позиция 1 и 2 позиция е1 точнее вот вот сейчас у нас е1 это короткий ход педали плюс эффект корзины у нас есть е2 тут написано не допускается то есть опускать при таком креплении ограничитель на 2 типа ну не нужно написано не допускается дальше можно сделать f1 то есть вот это передвинуть на среднее значение мы получим короткий ход педали без эффекта корзины то есть вот это передвигаем на среднее корзина уходит делаем крайние g1 мы получаем короткий ход педали без эффекта корзины то есть при положении вот этой штуки на единички как не как не крепи вот на эти два корзина не будет крепим нас то где сейчас корзина есть если сделать внизу значение 2 то мы уже получаем длинный ход на f ки с корзиной на джишки вот на первом положении без корзины то есть можно и длину хода варьировать и при этом давать добавлять или убирать эффект корзины вообще прикольно вообще прикольно сделано в остальном здесь все то же самое как на педали газа ну и вот эта накладка двигается туда сюда вверх вниз тоже можно подстраивать здесь по конструкции все одно и то же хоган привет сколько на сегодня здесь стоит эти педали там кто-то писал 750 баксов я последнее что слышал где-то 55 60 тысяч они стоят возможно клей лучше чем пайка проводов возможно не провода-то запаяны просто дополнительно не заклеены я так думаю клей там поверх пайки чтоб дополнительного как какого-то движения не было это же хусингвилд спринт российского производства да похоже пока похоже на них хотя хусингвилд спринт я вживую ни разу не видел насколько килограмм тензо датчик без понятия вот правда без понятия но это не педали тормоза что такой эффект корзины смотри педаль как ты когда жмешь педаль у тебя она проваливается как будто на настоящей машине и потом отстреливает обратно то есть это надо это надо почувствовать ты как бы нажимаешь и потом раз она провалилась туда такой вот эффект просто сейчас стоит короткий ход и достаточно большое усилие на педали мне некомфортно или прожимать даже вот прям как-то продавливать приходится с усилием я бы сцепу сделал конечно помягче особенно если дрифтить и надо мне кажется делать сцепу мягче потому что дозировать трудно потому что дозировать трудно так ну чё педаль тормоза да 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 смотрите какая здоровая отложим смотрите какая здоровая она в принципе у нее конструкция она более такая тяжело массивная ну и вот это вот нагрузочная линия сама вот так вот выглядит интересно здесь если вы видите я не знаю как вам показать тут сложно показать тут как бы такое двойная конструкция что ли тут вот внешние вот это ребро есть а там еще внутри с этой стороны одно и вот с этой стороны одно то есть мы давим на педаль педаль через вот это все дело давит вот сюда а здесь он как бы рычаг то есть здесь вот такая расположена вот такая то есть мы с одной стороны давим а вот этот конец который вот здесь он вот так вот поднимается то есть мы давим сюда сейчас фокус на виду то есть мы давим вот на этот конец вот здесь мы там рычаг закреплен вот здесь эта штука поднимается а к этому концу закреплен тензодатчик и вот эта хрень как бы рычаг тянет за сеть тянет за собой тензодатчик вот он закреплен здесь сейчас уйдет эта фигнюшка вот он тензодатчик и соответственно когда мы сюда жмем были но тут очень все плотно тяжело показать вот это вот история вот она вот она она поднимается и вот за собой тензодатчик тянет то есть выгибает и получается и вот так вот на него приходит усилия были но нигде такого не видел если честно я думал здесь все проще но решение интересное привет септик решение интересное на каждой механической корзины ездить сцепление одинаковый ход без провалов но на азешке есть простое сцепление там там нету провалов за корзину там надо доплачивать здесь можно по-разному регулировать педали хорошая отличный контроллер на узкая платформа и под мои ноги не подошли продал остался на c еще электроника снаружи не очень решение ну ну тут электроника как на фанатеке все как у спринтов я просто спринты не видел делаем поправку на то что я не видел спринты никогда поэтому мне сложно говорить конечно будет видос я уже начал его снимать это вторая по сути это вторая распаковка то есть вот такая вот здесь конструкция тормоза чтобы снять как вот эти вот резинки чтобы вот эти резинки снять здесь вот ослабляем вот так вот шайбу ослабили и вот здесь просто тот такой крестик он вот сюда упирается и держится соответственно вот так вот снимаете и просто раскладываете педали вот как вам надо соответственно меняете резинки ставить все жестче убираете пружину если она вам не нужна можно вот так собрать как хотите короче делаете собираете обратно кстати вот я забыл а тут без разницы в принципе собираете обратно опять делаете преднатяг рычаг большой здесь шайба шайба здоровая диаметр нормальный и контр гайка шайбу точнее вот так вот шайбу закрутили подкрутили гайку и шайбу раск и шайбу получается придерживая гайку вот так вот до нее раскрутили все все теперь она точно никуда не денется и усилия на педали большой есть то есть сначала здесь прожимается пружина потом уже все вот это вот остальное мне очень нравится я их никогда вот так вот вблизи не щупал максимум это когда приезжал к подписчику там мы тоже меняли резинки там были старые резинки я их продавил они лопнули это уже новая ревизия соответственно мы там их меняли мне очень понравилось как они здесь меняются фанатек просто рядом не стоял вообще вот а все остальное здесь также то здесь сама вот эта конструкция вот этой нагрузочной части она интересная а все остальное здесь так же как и на других педалях вот я вам сейчас покажу плейт сейчас плейт покажу вот это все здесь она в такой в крафтовой бумаге в упаковочной бумаге почему они у тебя от другого цвета на сайте черные у меня предрелиз у меня предрелиз поэтому меня не черные вот вот такая вот кожаная история две направляющие у меня и дырок здесь больше чем надо если вы посмотрите у меня дырок здесь больше чем надо соответственно у вас лишних дырок вот вот этих по моему короче без без вот этих вот клёпок дырок у вас быть не должно а у меня видите лишние дырки еще здесь есть потому что у меня такой предрелизный вариант раз и два вот здесь вот плата находится мы сейчас еще плату посмотрим с вами я раскручу крепить как пита то еще удовольствие но вот сейчас будем корячиться да я уже посмотрел что там не просто совсем это все дело крепится но я думаю мы справимся у меня по крайней мере ключи есть соответственно вот это вот ставится вот таким образом вот это вот таким образом вот изгибом наружу как бы хотя можно вовнутрь хотя можно и вот так в принципе там посмотрим как удобнее будет их крепить мне кажется даже вот так удобнее будет крепить снизу подлазить ключом закручивать дальше это вот сюда это вот сюда здесь четыре болта это с задней стороны это задней стороны тоже четыре болта и дальше по четыре болта на каждую педаль сначала направляющую как питу потом сверху плейт ну или можно так да только надо только надо это расстояние подобрать а то я закреплю направляющие а у меня потом отверстия не совпадут поэтому надо как бы по мере потом снимаем вот здесь вот липучки и клеим вот эту вот кожаную историю сюда и все у нас получаются собранные караваны подберешь их несколько раз представлял уже пришел к такой схеме ну наверное тогда так попробую давайте попробуем снять плату я хочу на нее посмотреть кстати вот так вот выглядят разъемы то не видел никогда вот так вот вы выглядят разъемы то есть юсбшкой и 4 р джей соответственно можно по-разному крепить сейчас с работы пишут так вот это давайте пока временно отложим в сторону мне вот жена такой набор отверток подарила xiaomi сейчас наконец-то смогу протестировать живот на новый год наел да я уже давно так наел так а как снять как достать отверток фак справился я уже давно вешал 90 килограмм отчет его заблокировал но пусть пишет что давно ты его просто за кинь на 300 секунд и все но нравится нравится человеку один задройте прям так что он не может как бы сдержаться написано контроллер написано оси и r3 джей ти g4 но я не знаю может это вам о чем-то говорит я просто сфоткаю покажу диме ожигал он но в этом шарит он любит такие вещи он разбирается чё кого куда хороший контроллер мне него мне не интересно бывает я прямо сейчас сфоткаю просто вот такая вот маленькая плата все отмыто все хорошо спаяно видно что автоматика человек бы так не спаял видно что где-то заказано на каком-то заводе может в китае может еще где-то не знаю но сделано классно сейчас ну или потом отправлю ладно вот давайте ставим обратно и сейчас будем двигать кокпит сейчас будем с вами двигать кокпит и снимать оттуда в 3 слушай педали с подходом педали с подходом вопрос как работают главное же как работают красавица знаешь знает как обрадовать мужа я люблю хороший инструмент я люблю хорошие инструменты но редко себе их покупают а рост какой есть метр семьдесят три турничок спасет от живота я раньше занимался на турниках школьные годы первые два курса института а потом было а потом стало не с кем ходить а одному впадло я кстати летом возвращался на турники на брусья с трех раз с трех раз увеличил подтягивание до семи дальше опять стала лень холодная и я короче ну все может весной обратно вернусь не дома ну во первых не наш квартира это съемная и здесь долбить стены ради турника не хочется спасать не турник спасать не жрать я колу колу перестал покопить может это поможет покажи пожалуйста педаль тормоза я показывал уже можешь еще раз покажу вот мы ее даже разбирали пять минут назад фокус на месте мы ее даже пять минут назад разобрали я показал где датчик где все тебе проще чуть назад отмотать и на перемотки на перемотки включить на скорости 175 ты нас ты нас догонишь от sim racing плечи не качаются они болят от sim racing я тебе больше скажу они болят от sim racing а так ребят начинаем но в два-три раза они вряд ли будут лучше но если караваны не надо будет лезть и смазывать каждый раз и не надо будет каждый раз подкручивать и не надо будет как сказать не надо будет подстраиваться под тормоз то есть можно будет со всей дури ну как бы им работать и и педали дадут запас то конечно лучше какая цена он пишет 60 66 67 тысяч у дударева короче 60 60 плюс не дешевое удовольствие болят когда неправильно сидишь но вот мне тоже говорят что я неправильно сижу но я считаю что сижу я удобно понимаешь сижу я удобно мне кажется они болят у меня из-за хвата из захвата который я использовал и отчасти из-за руля которую я использую сейчас покажу вот вот руль на котором у меня начали болеть плечи соответственно мне кажется когда я еду я работаю поворачиваю руль и вот здесь у меня рука немножко сказ соскальзывает и я начинаю как бы сильнее напрягать кисть сильнее напрягать кисть чтобы его держать и мне кажется от этого напряжение шло на плечо понимаешь я думаю делай именно в хвате немножко то есть когда именно когда руки потеют и начинают скользить вот эта история начинается красивая черненькая сам на за страсту ушел dd руль есть годные педали есть осталось на кокпит накопить ну дай бог владимир обычно все к этому приходят обычно все к этому приходит вот а вот на этом руле а вот на этом руле хват немного другой здесь здесь руки по ручке потоньше и у меня рука вверх не соскальзывает у меня рука сидит на месте и вверх не соскальзывает и соответственно напрягаюсь я меньше за этим рулем поэтому я хочу на него перейти привет андрюх поэтому я хочу может даже у тамерлана его как-то выкупить продать gt-4 купить вот этот вот такой план это же прошлая ревизия не это новая ревизия просто тестовая не покрашенная накладки не покрашены так ну чё двигаем да все я отключил как бы вам тут это все дело показать чё я двигаю придумай как да Субтитры сделал DimaTorzok Винтелятор надо убрать Сколько тут всего Какие-то крепежи Сюда положим Так Свет Свет База выключена Вроде выключена Раз Это раз Это два Это три Блин Тут проводов столько Это три Это три Это три Это четыре А, шифтер в базе Ничего, нормально Тогда это четыре Теперь надо со стопором снять Правильно Скиллт написал Это коробка То, что в коробке Раком поставит Любого Любого Человека И не только Раком Опа Опа Даёшь Фитнес Регатор Даёшь ЗОЖ Чё-то не то Чё-то не всё отключил Раз Опа То Класс Класс Так, у меня тут еще шифтер болтается. Как раз будет повод его отсюда выключить. А то хрен достанешь. Сейчас я вас поставлю куда-то поближе, чтобы было виднее. Так, шифтер я убрал. Так, вопрос как? Слушай, если Алексей не понимает, ну баньте его, че. Мы тут нормально сидели. Он пришел с кириками говно, его никто не заставлял. Если он там продолжает бузить, ну кидайте в банк, че я... И я не хочу, чтобы мне атмосферу на стриме портили. Раз человеку нравится рамсить, ну пусть рамсит где-нибудь в другом месте. Видно? Давайте еще назад поставлю. Опа. Вот она еще пониже, да? Ну короче, фокус есть. Блин, я не вижу. Сейчас. Сейчас я фокус поймаю. Нормально. Огонь. Ну, вот так вот выглядит примерно. Надо было... Да ладно. Хотел сказать, надо было сначала... Надо было сначала собрать пированы, но... Собирать лучше, наверное, сначала. Смотрите, какой отличный вариант, когда рычага не хватает. Так вот, берешь... Опа. Идеально. Так, этот есть. А то я уже во все возможных местах чуть-чуть педальку своей поцарапал. Вот тут взял. Отвертку и пошел. И все отлично откручивается. Дальше берем... Дальше берем... Даже можно вот так поставить. Откручиваем вот эти места. Блин, какие они пыльные. Это вообще пипец. Надо пылесос взять. Сейчас немножко... Немножко пропылесосить. Это просто жесть. Вообще какие они... Сколько тут пыли. Хотя я недавно... Недавно тут все пылесосил. Куплю V3 за 25к. Все, я тебя на... Я галочку поставил. Новая педаль газа интереснее выглядит с такой накладкой. Я думаю, перегазовки будет удобно делать. Сейчас пылесос принесу. Сейчас пылесос принесу. Пылесос так. И нам нужно, как? Все есть. Угу. ой-ой-ой-ой монитор пнул ребят плюс плюс 5000 стоимость сразу микрофон там нормально я говорю плюс 5000 стоимость блин такое ощущение что я тут ел но я не ел за какие там языка питом не ем тем более в педалях не понимаю как она туда падает дайте еще монитор чуть разверну о здорово так ну чё откручиваем остальное слушайте представьте что есть дешевые педали что есть дешевые педали фанатек есть фанатек v3 это средний уровень есть фанатек про и есть фанатек про уровень это караваны то есть если вы хотите катать в гран туризма спорт и чувствовать себя профессионалом покупайте караваны сразу но нет у меня шурик ты чё идешь повернуть убрать все изи победа кухня саша нормально тут угол я даже не знаю встанут на этот угол каравана или нет смотри тут какой угол видишь это охереть мне кажется тут по любому платформу надо будет нагибать блин а я не хотел этого делать платформу нагибать я не хотел хорошо ладно сейчас я чуть-чуть тут под разгребу сейчас замерим надо одну педаль караванов максимально наклонить чтобы понять вообще чё по углу вообще у этих педалей мне надо немножко пространство надо просто немного пространство для этого так где у нас крупный план давайте с педали газа начнем как это все регулируется сейчас посмотрим у меня тут есть один шестигранник сейчас нащупаем дударево новая версия 2 педали на что вы ждете так вот это мы откручиваем причем откручивается легко почему так сейчас раз два все это дело опускаем вниз я сказал вниз тяжело идет нормально закручиваем наклон все равно мне кажется чуть меньше чем у в 3 я ломаю почитаю инструкцию сейчас я прочитаю андрей уже бежит сейчас почитаю подожди по моему все идеально работает передний винт тоже приспустить надо и все блин она тут была блин ну все она уже встала не просто угол померить слушая хотя мне кажется это почти победа а ну иди сюда ну чуть-чуть другой порог не критично я попробую но я думаю платформу двигать не придется как вам показать это самое нижнее положение как это вот так чтобы камера это увидела не так не видно не поймешь как я достану со штативом как же мало у меня места ну вот очень близко то есть еще бы конечно чуть-чуть но я думаю так но там уже поиграюсь не надо поставить надо поставить попробовать я думаю будет хорошо я думаю будет хорошо и не придется трогать сама платформа сейчас другие же педальки так на угол выступы мне кажется будет окей так как пока сюда так в этой пока в сторону откладываем откладываем так сильно затягивать здесь надо ну да так прихватить педаль хорошо входит еще сразу тогда переставлю шток и верхнее положение и пружину чуть расслаблю вот вот тут более линейная педаль уже ну чуть расслабим жестко жестко я прям прям конкретно расслаблю Ну блин, too much. Попробуем среднее положение. Так прям педаль тормоза у меня получилась. Если что, в среднем положении получается педаль тормоза. Точнее, в самом высоком положении. Давай попробуем среднее. Не, рукой тоже примерно понимаешь, что надо. Я же сто раз это переключил уже. Когда начинаешь закручивать, что побегает? Ну, пойдет. Все равно есть такое ощущение в педали тормоза. Возможно, я верну все это в зад. Но посмотрим. Так, попробуем собрать все это. Нет, не собрать. Сделаем остальные педали. Потом соберем все это на крикпите. Андрей... Когда тебе на стрим залетают с криками «Не ломай, прочитай инструкцию», это заставляет задуматься. Так, регулировка начального угла наклон педалей. Лучше отрегулировать угол наклон перед тем, как установить на подставку. Данный вид регулировки относится ко всем трем педалям. Так, для начального положения педали нужно ослабить винты А с обеих сторон. Передние винты. Полностью выкрутить винты Б, которые я выкручивал. Придерживая втулку С. Понятно. По окончанию регулировать затянуть винты с умеренным усилием. В случае, если регулировка угла наклона педали производится уже после того, как педаль закреплена на подставку. А, так же немного ослабить винты Е. Ага. Интересно. Все, я понял. Ну, давай разожмем. Вот такой же. Так, это у нас сцепа. Я думаю, этого достаточно. Так, это у нас сцепа. Да, это у меня. Вот такой вот. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Почти готово Почти две педали сделали Субтитры сделал DimaTorzok Так, последний Субтитры сделал DimaTorzok Отпустить, а то она мне Ещё выстрелит куда-нибудь Потом её соберу О, Лёха пишет Отпусти преднатяг Сообразил сам Так Почему-то у меня Первая мысль начать закручивать Вместо откручивать Так, а вот здесь конструкция интересная Блин Тут всё не так просто Тут же внутри ещё рычаг Шайб Ну хотя здесь дополнительное Да, дополнительные есть крепежи Всё равно как бы всё это не развалилось Не охота потом собирать Аккуратно надо Закручивайся Попал Так, с одной стороны попал О, Дима ворвался Здорово My pedals do Дима, спасибо большое Че тут происходит? Че тут происходит? А? А мы педальки собираем Алексей прислал из Белоруссии Педальки караван Новые Вот, мы с ними балуемся Сейчас выставляем угол И будем на кокпит ставить Ты себе, кстати, не караван купил? А, Дим? А то я видел мониторы В Самсунге Я видел базу Точнее, я знаю, что ультимейт А, ты взял хусингвилд Я понял То есть у тебя и база ультимейт И педаль ультимейт Я понял Спасибо большое за поддержку Знаешь что? Вот я Алексею хочу показать Может я что-то не так делаю Надо потом посмотреть, как это смотрится Проводу нормально Провод не сильно зажмется А то он в самом нижнем положении Хотя вроде для него место есть Может его как-то по-другому просунуть Хотя тут места мало Прямо на изгибе Да не, вроде должно нормально Ну-ка Да, ничего с ним не будет Ничего с ним не будет Я думал, пережму его Так, все, вроде Да, еще раз проверю Этот тормоз все-таки Оп-оп На таком оборудовании Надо, я не знаю Брать ЕСЛ в рейншпорте В рейншпроте Это прям не обсуждается Где на тебя посмотреть В действии, в бою Так Тут мы закончили Смотри какой план, Лех Сейчас я думаю Знаешь как сделать? Сейчас я опять же посмотрю инструкцию Секунду Я опять все сложил Да, новые Сначала Я сейчас посмотрю Как в инструкции написано Сначала на кокпит Направляющие Ну Чекну размеры Чтобы они параллельно встали А потом уже сверху А потом уже сверху Все навесное Даже Наверное Наверное Имеет смысл Сейчас я прикину Имеет смысл Даже сначала Повесить педали Сюда Собери сразу подставку Да я просто смотрю Как мне удобнее Не, а тогда я не закручу Да? Слушай, закручу Мне было бы удобнее Сначала собрать Вот так вот Педали Три Вот на этой подставке Потом вот это Кокпиту И потом вот это Когда вот эта херня Стоит на кокпите Вот это сверху И затянуть Тут я посмотрел Мне кажется Это самый удобный вариант Для меня Потому что Если вот здесь Стоит педаль Правда непонятно В каком положении Стоит Но это мы Отрегулируем Вот сюда Я попадаю Шестигранником И сюда попадаю А потом ругаются Что педали Ставить неудобно Так я посмотрю Как ты предлагаешь В инструкции Умный сделает Подкоп Сейчас посмотрю Так Подготовить Направляющие Сначала Короче Собрать Подставку Потом Прикрутить Педали Прикрутить Педали И потом Все И потом Все собрано К кокпиту А как Подлазить А как Подлазить Да не Это я все Смотрел Это понятно Это понятно Просто я думаю Как туда Подлезть Можно смоделировать В принципе Ключ Ключ туда Залезет Хорошо Ладно Давай попробуем По инструкции Давай По инструкции Попробуем Если что-то Пойдет не так Там уже будем Изобретать Хорошо Погнали Подставочку Соберем Входи сюда Я просто Педали Хотел Не посередине Ставить Хотя Вроде Доступ Есть Сбоку Хорошо Грик Будь теперь Аккуратен С такими Серьезными Педалями Помимо Больного Плеча Можешь и Колено Ушатать Ага Так Аккуратно Финт Под углом Уйдет Что ли Мне кажется Сейчас Где усилие не регулируется Пока не затягиваю Усилие одно и то же будет Ничего не понял Что значит одно и то же будет У меня всегда будет 75 килограмм на тормозе Или как Да все село Привет Слав Как сборка идет Нормально Продвигаемся Офигеть Уже 7 часов Вот это да Чтобы открыть педаль на 7% Надо приложить одно и то же усилие Независимо от хода педали Я думал ты про какой-то баг говоришь Тема отключи эффект хромакея Картинка приятнее будет А то все мерцает А Сейчас Точно Секунду Отключил У Алексея в инструкции все прописано Прям досконально Вплоть до моментов затяжки А у меня нету А у меня нету Динамометрического ключа А зная себя Я имею свойство Все перезатягивать Есть у меня такой грешок Мне кажется Или чуть-чуть ходит Смотрю Что-то собрал не так что ли Ну ладно Потом винтами все равно прижму Так Винтами все равно прижму Так ладно Погнали Тормоз А плейт ровный Плейт ровный Вперед назад Подвигаем Далее у нас чем крепится Педали у нас Крепятся М6 на 16 Шайба М6 Две шайбы Две шайбы надо Две шайбы Хорошие шайбы Махач Дв khăn Двук Двук Крепятся Махач Цел Махач Махач Пару Чуть-чуть неудобно. Блин, а ещё я накосячил в первой части обзора. Я уже первую часть обзора снял. Я сказал, что это анодированный алюминий. Это же порошковая покраска, правильно? Я потом сообразил. Что, блин, порошок же. Или это реально анодированный? Да, порошок. Я что-то брякнул. Потом уже под конец такой обзора такой, блин. Алюминиевые только накладки? Так, надо будет не забыть потом пояснить. Не так хорошо. Блин, люблю всякие сборки. Сидишь, такой кайфуешь. Нравится компы собирать, кокпиты, далее, всякую фигню. Успокаивает. Вообще, лучше их, конечно, сразу поставить. Ладно, если что, подвинем. Но лучше поставить сразу вот так. В крайнее положение всё равно давишь. Всё равно давишь туда. И если что-то плохо затянешь, то краску поцарапаешь. Блин, тяжёлая хрень, если честно. Прямо, прям тяжёлая хрень. Так, ну первая стоит педаль. Потом затяну. Или сразу затянуть. Да, и сразу затяну. Лесни. Между газом и тормозом лучше побольше места. Вот это да. Ладно, потом тогда затяну. Тут ты прав, конечно. Насчёт газа и тормоза. И вообще, все педали лучше влево смещать. Блин, какая-то китайская херня на стриме играет. Я вроде обычный лоу-фай выбирал. Да, вот тормоз с газом у меня очень близко получаются. Газ будет неудобно закручивать. Придётся накладку снимать. Обидно. Не хотелось бы возиться. Да, камера зеркалит. Да туда-туда-туда зеркалит камера. Не парьтесь. Газ не туда. Да, я V3 тоже под себя долго настраивал. Я тоже под себя вытри долго регулировал. Наверное, пару дней. Туда-сюда, туда-сюда. Сел, вроде отрегулировал, покатался, встал. На следующий день садишься, думаешь, что-то не то. Что-то какая-то фигня. Ну вот сейчас я на это смотрю, думаю, что-то какая-то фигня. Так, газ будем двигать. Походу, ближе. Лестницу сначала с цирк повесим. Блин, те педали, которые с краю, вообще простые. Отлично крепятся. Больше всего в таких сборках не люблю шайбы. Вот реально. С ними всегда не пройду. Вот сейчас одну шайбу забыл. В коробке были кирпичи, Илюх. Илюх, это японская машина. Тут всё наоборот. Я делаю японский кокпит. Ты музыку слышишь? Да давай ты, попадай. Да, у меня... Так. У меня всё схвачено. Давай сразу подключим. Так, тормоз куда подключать? В троттл или в клатч? Или в фанатек? Так, куда тормоз подключим, парни? Даже не знаю. Так, сцепление это у нас троттл, да? Это значит у нас клатч. Всё, супер. Для какой полочки сборка? Скилл. Ты меня пугаешь. Как неудобно, а? Кажется, я что-то сейчас сломаю. Закрутил. Закрутил. Ещё два. Ещё два. Почти готово. А какие старые педали? Фанатек В3. Старенькие. Кожаный коврик в комплекте, да? Вот тут лежит. Сейчас поставим. Спасибо за раз. Всё-таки одну шайбу я, походу, где-то забыл. Я смотрю, шайба одна остаётся лишняя. Так всегда. Так всегда, парни. Что-то собираешь, всегда лишние запчасти остаётся. Хотя, надеюсь, мне сейчас Алексей напишет, а это я специально положил про запас. Мне не придётся лезть, искать эту лишнюю шайбу. Так. Ну и куда я тебя не положил? Всё, вижу, куда я. Без шайбы мы никуда не поедем, правильно? Так. Красота. Надо затянуть. Тормоз надо подвинуть. Или не двигать тормоз? Рехерсинг. Так, перегазовочку сможем делать. А так буду в сцеплении упираться. Если что, тормоз потом подвину. По-моему, отлично. По-моему, выглядит просто фердипердозно, как говорится. Как бы это затянуть только дело. У меня накидного нету. Да, у меня только обычно. Так, всё, здесь мы сборку закончили. Ближе к передней кромке подставки, подставки двигай. Не понял тебя. А, ты имеешь в виду, что под пятник работал? А, ну да, ты прав. Ну да, вообще ты прав. Блин, а я что-то переживаю, что с таким углом у меня под пятник не будет работать. Ладно, сейчас попробую. Да, ближе к передней всё-таки. Хорошо. Хорошо. Да ладно, скилл уже почти все собрали, сейчас на кокпейт ставить будем. Просто чуть-чуть неудобно. Иногда не чуть-чуть, иногда прям неудобно. Надо было трещотку с работы взять. Нет, так бы это так же собирал на самом деле. Я бы так же собирал. Еще нюансы с этим положением. Вроде что-то придумал, а потом такой, а то, что ты придумал работать не будет, приходится откатываться назад. Вот и все. Я вот думаю сейчас как газ закручивать, там накладка мешает. Там накладка немножко мешает. Особо не подлезть. В чем плюс V3, парни? В том, что они приходят сразу собранные. В чем минус V3 по сравнению с этими педалями? Мне кажется во всем остальном. Так, ну что, газ остался. Я буду учиться газовать левой ногой, Андрей. Что ж поделать? У Рависа вообще сцепление по центру. Чего вы? Ничего, едет же. Да, тормозить елдой буду. Так. А не, все, вот в таком положении винту ничего не мешает. Признаю, был неправ. В таком положении винту ничего не мешает. Ну все, вроде затянул. Какой приятный газ, а? Интересно. Сейчас будем разбираться. Ещё подожмем сцепление. Ой, сцепление говорю, тормоз ещё подожмем немножко. хорошо жара сейчас теперь как бы это все прикрепить так чтобы прикрепить нам нужны т т болты есть несколько вариантов у нас есть вот такая история видно проверю она вращается в пазу или нет она вращается значит это нам подходит значит как мы действуем мы действуем гайка плюс шайба плюс т болт сейчас по инструкции проверим инструкция чуть-чуть испачкалась я не знаю чем она в коробке лежала она в каком-то мазуте немножко так ну да одна шайба одна шайба под гайкой сильно не будем закручивать все почти все сейчас лёха не напишет так все это неправильно заново разбирай ну чё погнали так витрия отсюда беру а для сравнения а тяжелый ну как чё вам больше нравится сразу в cc ну как сосна ну типа взрослее конечно смотрится это нет фанатэк ну так люди моза узнают да успокойся ты слайдер может а чуть ли не за нормально сейчас вдруг алексей них не оставит и все 3 а мне никаких караван так и мышь что нам надо 2 на сколько забил джонни вот так спрашивать теперь подлезать не видно не видать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего ниже никак? Субтитры сделал DimaTorzok 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 А как крепить? Да нет, прям пазы Вот это вот мы сдвигаем ближе сюда А то это расстояние большое Нечко есть по до 3 Субтитры сделал DimaTorzok Так что всегда можем обратно откатится без проблем всегда без проблем можем откатиться я потом говорю что у меня пытается гнуться наскок подвинуть давай говорю сейчас-то точно так накладки мне кажется это я не не последний раз это делаю мне кажется это только первый раз мы еще к этому вернемся вот теперь они есть вот так и хер ты их там закрепишь теперь знаете почему а потому что как ключом подлезть просто жесть надо верхнюю накладку снимать и В это ли легче прикрутить? Если разобрать V3, собрать их сложнее, а прикрутить мне кажется легче, там доступ на виду, приходится подвязать. Вот так мы сделаем, и вот теперь доступ для гаек у нас есть. Раз, чуть палец не сломал. Два. Проверка. Сейчас придется еще двигать куда-нибудь вперед-назад. Так. Да. Ну что вам сказать, ну практически попали, но не попали. Надо педали ниже опускать. У меня стопы слишком напряжены, то есть вот так. Я кладу на педаль, то есть во-первых надо по максимуму назад, вот так. А во-вторых я ногу на педаль кладу, и у меня нога ее прожимает. То есть мне в данном положении угла не хватает, сейчас будем еще нагибать. Поэтому я и говорил про крепление без плейта, да я как бы ожидал это. Я это ожидал. Так, что мы будем сейчас делать? Пока снимаем. Надеюсь попаду с первого раза сейчас. В этом педаль. И вот этот педаль. не удивлюсь если они мне станут низкий полтора сантиметра надеюсь полтора сантиметра вниз нам помогут пробуем попадали так а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 сухо нет давай давай да победитель кто победитель я победил что-то не запущу обожаю ты гайки вообще есть последний осталось самое это босс короче главный финальный босс остался вон она и она не проворачивается нет нет не выпадай не выпадай не надо не надо не смей класс да пошло просто мега-хорош я победил микрофон как тесно на тест пришли так пружину педали газа поджать поджать надо блин господи какие что за педали что за просто что за секс пацаны что это вообще за секс я не знаю как после этого вернуться на фонотек блин вот угловой юсб бэм небо не помешал ну ладно давайте попробуем еще камеру сломал парня она села по полю сарян она села сейчас я чуть придумала я думаю хватит ну и почти хватило просто вот давай ее малышка заменит да не идеально конечно заменит я думаю чем прокатимся вряд ли это будут гонки я думаю так вы я же ни к чему не готовился привет дим еще раз я хочу прокатиться где они приходят на нее больше народу а 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 Ха-ха-ха, да ладно. Сука. Крешить промазал, короче. Неровно. Сука, опять раскрутил. Чуть-чуть подраскрутить, подвырвнуть и затрукнуть. Слишком у меня в бок дал. Засмотрелся, забыл, говорит про ОРСРЛ сегодня. Так а что 50 задротов? Значит, есть вопросы, ты спрашивай. Тебе ничего не мешает что-то обсудить. Так, и что тебя держат? Ну, отдай! Да камон! Сейчас мы сверимся. Чтобы с запасом был. А, тут смотрите, как хитро. Тут же... Тут вплотную, не подле... Тут вплотную, не вариант. Надо, чтобы запас был. Ну, вот так вот сделаем. Сейчас будет запас. Да есть у меня трещотка на работе. Целый набор на работе лежит. Я просто не думал, что педали сегодня приедут. Они очень быстро приехали. Лёха отправил экспрессом. Вчера. И они с Минска уже приехали сегодня. Я вообще не ждал. Он мне написал, конечно, сутки. Ну, я такой, в смысле сутки? Ну, какие сутки? Я-то не знал, что на экспрессе пасло. Он молодой тоже. Ох, не подготовься. Как бы камера у меня не вырубилась. Потому что я бы взял другую камеру и карту захвата. Мы бы тут без камеры посидели до посинения. Просто. А если я на работу не езжал, я и в дом работал. Поэтому ложись в патч. Блин, как нужна двухкомнатная квартира. Вы не представляете просто. Как надоело вот тут ютиться в этой конуре. Вообще места нет. Тут половина занимает кокпит, а половина коробки. От всего, что у меня лежит, прям больно. Просто крик души. Гайка обычно закручивается, ну, как-то сразу она идет. А тут они берем какие-то упрямые тагайки. Не хотят. Все, дай сяду. 18 плюс контент. Только что будет. Да вообще отлично. Как будто сунотэк не срезал. Да и сцепы ход нормальный. Правда жестковато вот этот момент немножко. Немножко неудобно. Надо со сцепой поработать. Слушай, они и тихие, в принципе. Да мне все нравится. А! Идеально. Последний этот остался закрутить. И все. Какой-то мы сломали. Не вижу я. Совсем. Мы сломали. Ну, получилось. Пixу. Ну, я исправляю. Младше. Мы сломали. Лам. Идеально. Ура! Не тут живи. Не отходят-ка. Какие бы параметры длины, ширины, высоты, профиля ты бы уменьшил для экономии места? Да тут никак не уменьшить. Полтора метра. Для меня полтора метра. У меня спинка сиденья ровно там, где заканчивается полтора метра, как Питер. Тут ничего не уменьшить. Я уже поспать успел, он всё ставит. Тут ничего не уменьшить. В моём случае. Тут только увеличить. У меня 140. У меня посадка, может, более лежащая. Кокпит у тебя не заканчивается там, где заканчивается рама, а там, где спинка у сиденья заканчивается. Вот у меня педали, вот прям в начале. То есть, вот конец вот педали, он прям в начале как Пита стоит. Ты ничего не обрежешь. Даже если обрежешь, место не сэкономишь. Общий размер, да. Колёсики у меня и так есть. Я бы его так не подвинул здесь к нему колёсикам. Всё, затягиваем и убираем его в бой. Сейчас будем липучку налепливать. Сейчас как налепим липучку. Кайфы. Болтики мягкие, как будто я не знаю. Я их кручу и как будто шестигранник их мнёт. Знаешь? Хотя я вроде сильно не давлю. Я бы винтики другие посоветовал. Вот такая же история, как на Фанатеке. Вот эти вот красные. Они прям мягкие. Найс. Вот эта вот история. Они тут прям... Ну может расчёт на то, что один раз закрутил и забыл, но... Мне не понравились. Там о новых другой. Там nehmen нас. Давай соедини Я ничего могу rotate. Тё. 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 Т conectанota на бокосы. Что-то зря я ватный компон взял. Блин, хотел по уму, а получилось, как всегда, сейчас приду. Весь ватный тампон остался тут. Да господи, чем это вытереть? Она как наждачка, невлажной салфеткой ничего не берет. Сука. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Да у меня изопропиловый спирт, но из-за того, что поверхность шершавая, куски ваты остаются на ней, понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok. Я хочу просто приклеить так, чтобы... это давно не отклеилось. Вот я слушал, что отклеивается. 1, 2, 3. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну всё, в принципе, можно затаскивать. Почти готово. Блин, сколько времени прошло? Два с половиной часа. Субтитры сделал DimaTorzok. А что вы говорите, он всё ещё ставит? По-моему... По-моему, быстро справился, нет? Два с половиной часа на всё. Дим, десять тысяч донатишь, как твой тёжка, я начинаю сначала. и А что вы радуетесь, пацаны? Мы еще софт не ставили. Мы еще софт не ставили. Драйвера. Что там еще? Не калибровали. Ничего не делали. Что радоваться? Еще мы только на полпути. Мы только половину с вами прошли. Вы думаете, они просто так поедут? Нет. Там софты элементарные, дрова не нужны? Сейчас проверим. Сейчас Алексей придет, даст всем ему. Не надо. Он мне сказал, что софт на сайте. Он сказал на сайте, значит на сайте. Можно подключать. Да, могу. Так, как мне только стоял. Вроде попал. Пока. Вроде. Очень, очень, очень. Ск экономит. Чопал. Так, так, что? Надо взять у нее на ленку. в таком скилл не влезет она сбоку она не влезет копыт у стенки стоит и и и и и и Тааак... Вай, мамаджан! Что происходит тут вообще? Так, как у нас тут... Stream Moments Как-то так... Сейчас я быстренько тут... Бардак наведу и иду Прям вот... Ten minutes И воды попить А то умираю Просто отдыхает Просто отдыхает Музло пока послушайте Музло 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 skill Музло 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 Все стоит. Все стоит. Диме, спасибо, залетел. Просто вдарил от души. Как не в себя. Вот кто спрашивал, что типа на сайте накладки черные, а у меня не черные. Пишут на накладках нет наклеек. Они в комплекте, накладки не должны быть покрашены. То есть на сайте фотка с этими накладками уже, с абразивными. Поняли? Кто-то спрашивал. Только что прочитал сообщение от Алексея. Наклейки шикарные мне нравятся. Может куда-нибудь приклеить? Так. Так. Продолжение следует... 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 Да блин, это что такое? Всё, по-моему, красота. А теперь педали, кажется, чуть-чуть далеко. Да ёп! Ладно, это потом уже буду подстраивать. Опять его надо отодвигать и чуть-чуть на меня педальки. У меня кресло подогнано под руль. Соответственно, если я кресло двигаю, у меня руль слишком близко. Мне кажется, я вообще всё по-другому переделаю почему-то. Прям совсем по-другому. Подпятник сейчас врезается в пятку. Нужны салазки на педальный блок. Подпятник в пятку врезается, потому что угол большой для него. Пойдёмте прокатимся. Но тут ещё надо поработать с педалями. Но не сегодня уже. Сегодня я что-то прям устал. Может, завтра. Ой, какой iRacing, подожди. Сейчас. Так. 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 Вот у меня нога на педали лежит. Ну, конечно, да. Нормально у меня нога так на неё давит. Ну, как-то так, наверное. Нога не должна лежать на педали от основания до верха. Должен быть острый треугольник. Чего? Так. Тормоз. Нормально. Чё, серьёзно, что ли? А я больше выжить не могу. Нихрено себе. Фу. А, откалибровать надо? Сейчас. Здесь, вроде, точно всё. И? Чё у нас получилось? Ага. Еду, еду, еду. Тормозим. Тормозим. Ну, пойдёт, да. Так. Прибавим. Ещё. Да, вот так. Сцепление. 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 С запасом немножко. Ну, пойдёт. Давай попробуем. Так, мне педали будут пятки натирать. Надо поднимать. Короче, сразу, типа, выставить. А чё тут по софту вам надо-то? А, кстати, у меня программа была. Сейчас. Хочу посмотреть, насколько точные педали. А чё вам от софта надо? Калибровка. Вот вам калибровка. Чё вы хотите? Кривые выставлять, что ли? Тормоз 70 килограмм. Не 70 процентов, 70 килограмм. Мне в пол тормоз не надо давить. Это, ну, мы для рейсинга настраиваем. Как она называлась? А, DIY. Во. Она покажет? Привет, Кирюха. Так. Странно. Слушай, а почему так датчик работает? Смотри, я нажимаю, останавливаюсь, и значение как будто падает. Я выжил определенное значение, остановился, и нагрузка упала. А, ну, подожди. Сейчас. А тормоз? Да что это такое? Секунду. Ну, алло. Ну, как это так? Чё-то не так работает. Либо я чё-то не так... Либо я чё-то не так настроил, либо где-то что-то криво работает. Почему значение уменьшается? Ну, вот сцепление меня мало волнует. Вот газ. Странно это. Ладно, сейчас попробуем вырки. Сейчас попробуем вырки. Чё там есть в айрейсинге? На этой неделе. Ну, это какой-то странный момент сейчас был. Главное, чтобы не было наводок. Ну, как видите, наводок никаких нет. Всё ровно. Так, чё у нас на VRS? А, это кто? Magnitures? Нет, спасибо. Я там снимал видос. Дали, приехали новые. Тут, короче, взрыв был. Я только что всё убрал. Блин, да где нормальные трассы-то? Это кто? Поехали, дай тонов вспомним. Алексей, ты на стриме здесь? Не ушёл. Поехали. 32 767 позиций, на фанатеке было 4095. Эти педали точнее. Так, еще раз… Блин, странно. Почему проседает? Это то же самое, что… Это подготовка старта ВЦЦ. Ты вот выбрал скорость, держишь ее, а у тебя она чуть вниз идет. Не пойму. Так. Вот тормоз мне нравится. Тормоз мне очень нравится. Именно усилие. А где звук? Нажми 100%. Это вот сейчас. Нет. Кто не откатывается. Может это у меня нога такая? Допустим. Допустим. Может правда я? Нога из джепы. Может газ для меня слишком тяжелый получился. Так. Мне неудобно чат так читать. Так. Мне неудобно чат так читать. Ну и сгибом. Конец сгиба упирается мне в пятку. И чисто из-за этого придется все переделывать. Или не придется. Сейчас попытаемся привыкнуть. В обуви да. В обуви да. Но я в обуви не езжу. Мне и так жарко. Уй-й-й-й-й. Из-за этого упора начал в обуви ездить. Вот он вроде тоже про это в своем обзоре. Я вот не помню его обзор. Газ надо сделать послабее. Слишком сильно я накрутил. Педали наоборот. Вот надо всю платформу. Всю платформу. Она у меня сейчас под углом. Она у меня сейчас под углом. Получается надо платформу выпрямлять. А педали на себя. То есть вот так надо сделать. Тогда я думаю будет хорошо. «Привет, Витек. Караван. Караван. Гоус». К тормозу пока не привыкну. Может слишком много тормоза для меня. Я привык к усилию фанатека. Ну, мне нравится вот как эластомеры сейчас работают. Вот. Вот. И ход. И ход. И усилие на тормозе прям вот как будто попал. Как будто попал сразу. Просто именно датчик надо чуть откалибровать. Нет. Педаль максимально близко к подпятнику уже. Ближе никак. Блин. Я просто не останавливаюсь. Я представляю. Я привыкну к этим педалям. Как потом пересаживаться на фанатек? Страшно. Как потом пересесть на фанатек? Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай. Да. Это на обзор. Будем на них кататься какое-то время. Посмотрим на результаты. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Мне очень нравится их плавность. Плавность просто... Просто пушка вообще. Что газ, что тормоз. Блин. У меня фанатек... У фанатеков постоянно какие-то хрусты, постоянно какие-то звуки оттуда идут. А здесь всё... Ой. Просто песня. Многие... Многие кайфуют. Только честные выводы потом, что фанатеки победили. Хорошо. Не, ну сейчас понятно, что результаты никакие. Потому что, ну... Я просто не успеваю остановиться. Ну и то я, в принципе, могу ехать. Сейчас я круг соберу. Я теперь могу тормозом работать просто на все бабки. Не думая, что я там колёса заблокирую или что-то сделаю. Сейчас тормоза хватает. Давай автобусную. Я, когда торможу, я газ прожимаю. Кто-нибудь замечал это? Или газ я полностью отпускаю сейчас? Вроде я так на график смотрю полностью отпускаю. Отпускаю. Блин. Прикольно. Отпускаю. Окей. Надо будет в каком-то смысле учиться заново ездить. Вот этими диапазонами пользоваться. Усилия какие-то подкрутить. С одной стороны, типа, сделать как привык. Это самый легкий пульт. С другой стороны, но эти же педали могут... Вон, я газ отпускаю. Вон, я газ отпускаю. Он много усилен. С другой стороны, эти же педали могут больше, чем фанатек. И надо это как-то использовать. И вот это больше надо как-то найти и использовать. Пеналтирую. Нормально вроде. Под большую ногу как-будто. И может тогда педали как-то двигать не нужно будет. Короче, поиграть. Давай еще раз, только на другом сетапе. Давай на сетапе от ВРС. От ВРС. Дайтона-гоночник. Тут я ехал 34.8. Сейчас попробуем. ВРС. Буду, как выходить в эфир, буду докладывать вам, что изменил, что подправил. И в конце сделаем полноценный такой хороший обзор с опытом использования. По всем аспектам пройдусь. ВРС. 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 Илюх, да непривычно. Непривычно. Тормоз откалибровал так, как я хочу. И теперь мне его много. и теперь мне его много я его не прожимаю во время во время езды я просто кого кайфу с того как 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 именно как железка работает понимаешь того как работает железка то есть они не люфтят они монолитные насколько это возможно вот с этого кайф но попадать так в поворот из тех точек с которых я попадал на фанатеке я пока не могу ну ладно буду потихоньку тренить искать скорость сегодня стрим закончен я еще пару дней поищу там может положение какой-то там накладки туда-сюда потаскаю вот и там уже начнем кататься надо понять подпятник мне будет мешать или не будет проявить провести пару стримов вот и сделать выводы вроде ну я его пяткой чувствую на такое ощущение что он мешать не будет по крайней мере это надо несколько гонок проехать и понять вот натирает пятку или нет вот что вот что нужно сделать у фанатека в принципе такой же 5 по 5 там же тоже это пластина счет где она вот там же тоже вот этот выступ есть мне же тоже как хотя у меня такое ощущение судя по этому судя по этому следу а это реальная пяткой стер то есть у меня педаль нога получается педаль газа была пятка вот здесь то есть она сюда не упиралась тормоз был вот тут тормоз был вот здесь то есть тоже вот прям в эту штуку не упирался понимаете то есть на фанатеге у меня пятки в эту штуку не упирались посмотрим как будет тут все педали разные-разные конструкции можно попробовать снять она если липучку снять вот эту кожаную ну-ка попробуем сейчас без нее на наждачки проедем как Ну как будто не лучше, как будто точно не лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, определенно могу сказать, что... Что накладку педали тормоза я бы сделала ниже. Да, на предельно. Я ее... Я в нижнюю часть накладки давлю. И вот мне, наверное, это даже больше неудобно, чем... Под пятник, поэтому опускаем накладку и дальше. Ладно, парни. В общем, все огонь, все работает, мы все поставили. Дальше будут тесты. Буду держать вас в курсе. Если что-то знаете, какие-то полезные там фишки, лайфхаки по этим педалям пишите. Я тоже буду делить с вами информацию на стримах или в Дискорде. Сейчас, секунду. У меня липучка оторвалась. Вот, видите, с этой стороны липучка на месте, а с этой стороны она оторвалась. На что ее можно посадить? На суперклей? На суперклей, наверное. Вместе с этой подложкой. Вот эта серая подложка есть, она из такой губки. Она оторвалась. То есть, если сейчас приклею и отклею, она так же оторвется. Я думал, там клей посильнее, а там она просто приклеена. Ладно, но это уже нюансы, я думаю. Ничего страшного. Ничего страшного. Ладно, парни, давайте. На связи. Всем пока. Не буду вас мучить больше. Спасибо, что пришли. Спасибо. 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 Продолжение следует...